Рекламно-информационная программа. Крупный план. Добрый день. 13 часов и 6 минут в нашем городе. Я, Владимир Сметанин, приветствую вас. Крупным планом у нас сегодня по вторникам, по традиции уже сложившийся, Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Евятич». Владимир, приветствую тебя. Да, Владимир, приветствую тебя. Сразу же, коли мы будем говорить о пенном напитке, безалкогольном, подчеркиваю, мне хочется сразу посочувствовать европейским пивоварам, да и вообще всей отрасли ровно неделю назад стало известно о том, ты об этом прекрасно знаешь, что «Октоберфест» в этом году отменен. Причем для немцев это, видимо, такая трагедия-трагедия. Впервые за 70 лет это произошло, за 70 лет с года, когда праздник был возрожден. Учитывая, сколько зарабатывал Мюнхен на «Октоберфест». Я читал на Deutsche Welle, что-то там сумма указана ближе к полутора миллиардам евро. Да, да, конечно. В общем, это такой ивент в экономическом смысле очень и очень, конечно. Ну, я думаю, что немецкая экономика переживет. Переживет? Я думаю, да. Не зря мы заговорили о немцах, кстати. Мало того, что 9 мая приближается, да, 75-я годовщина. То есть ты хочешь начать, можем повторить? Нет, я не сторонник этого. Нет, я вот сейчас ехал, смотрел, уже вывесили эти билборды там с празднованием-то, да. Символик. Да, и потрясающий логотип, там 75 лет ты видел, как нарисовано, да? Я читал, что это будет некий федеральный стандарт, но пока еще не замечал. То есть какие-то там умы на федеральном уровне разрабатывали. Внимание, там совершенно потрясающе нарисована цифра 75, она нарисована стрелочками с запада на восток. А, все, вспомнил. Писали, что будет стилизована как карта, там, направление движения наших войск, но я пока еще не видел. Это направление немецких войск на Москву. Немецкие? Да, совершенно правильно, отнюдь не русских на Берлин. То есть, ну, никак иначе это нельзя понять. Молодцы в очередной раз повеселили нас федеральные умы в области рекламы. Ну, да, когда такое двусмыслие допускается, это, конечно, не делает чести тем людям, которые это все придумали. Хорошо, новости за неделю поднакопились, и прям вот такой выстрел новостной. Можно компанию Вятич в очередной раз за это похвалить, но мы сейчас все это подробно, конечно, обсудим. Вот прям такие вот прямые, прямые, наипрямейшие связи наметились с германской стороной. Эта история около двух лет, как ты мне тут написал в подсказке. В общем, что происходит в отношениях компании Вятич и немцев. И немцев, да. Значит, мы отправили на днях буквально 23 тысячи упаковок. Конечно же, без алкогольного пива другого немца не признают. Германщину в трехлитровой таре, запрещенной в Российской Федерации. То есть само по себе это событие абсолютно потрясающее и для завода, и для отрасли, в общем-то, в целом, на самом деле. Потому что количество русских заводов, которые могут отправлять свое пиво на экспорт в Германию, оно, ну, я не знаю, я вот не слышал. А позволю точнее, 23 тысячи упаковок трехлитровых бутылок, это вообще же, вот чтобы представить эту картинку, это по объему что? Это целый цех, не знаю, сколько вагонов это? Нет, нет, это две фуры. А, это две фуры. И они прямиком вот туда, через границу. Значит, смотри, значит, немцы, ну, давай начнем от яйца Абова, да? То есть немцы два года вели переговоры на тему того, вот они хотели купить. То есть они выбрали Вятич как производителя качественного продукта, да? Но вот точно так же, как у нас были аудитом в запрошлом году представители прекрасного государства Израиль. К нам приезжал совершенно потрясающий раввин из Израиля. Да-да-да, мы помним эти новости. Да, который интересовался кошерностью нашего кваса. Насколько оно употребимо? Насколько оно приемлемо с точки зрения кошерности. Если ты погуглишь слово кошер, да? Не-не-не, я имею в виду употребимо в широком смысле, и в смысле духовности тоже. Нет, вот насколько имеет отношение кошер к духовности, это вопрос. Могли бы сейчас. Это серьезнейшая дискуссия, и мы ее не будем развивать, потому что мы затронем сразу несколько конфессий. И никогда не касаясь секс, религия и политика лучше пока в стороне. Но вот в данном случае, в данном случае, кошер, это имеется в виду, что продукт соответствовал еврейским, израильским ограничениям на то, что может правоверный еврей потреблять или не может. Да, там очень много ограничений. Я как-то читал, там про это 18 правил, очень большой список. И вот подходит ли под него квас. То есть квас, он изготавливается с использованием каких-то животных, продуктов. Ну, прям там по составу. Да, если да, и состав, и производство. А вдруг мы там что-то делали вот так. В итоге, слава богу, мы кошерные. То есть в Израиле нас пьют. Все замечательно, все хорошо. Так, немцам возвращаемся. Да, это с квасом. А немцы, немцы, точно так же, вот, хотя они вроде бы как не любили евреев, да, но тут выясняют, что они чем-то похожи. То есть они занимались аудитом Вятича два года. То есть два, ну не аудитом, а переговоры начались. А как вышли-то вообще? И почему именно на Вятич? Ну, господи, ну, во-первых, из марка... Или Вятич помаячил немцам. Смотрите, мы тут есть, локал бренд. Нет, во-первых, мы забываем, что мы закупаем кучу сырья в Германии. В частности, хмель нам поставляется оттуда уже много-много-много лет. То есть партнерские отношения уже долгое время существуют. Командировки специалисты еще в начале 2000-х специализировали. Командировки были в Германию, в Австрии на пивные заводы, ну, Чехия в том числе. То есть опыта набирались люди там. Соответственно, и немецкие технологии ни раз, ни два, ни три, ни четыре, они постоянно приезжают на Вятич. Постоянно идет дегустация. Я в нескольких участвовал, когда беседовал с немцами, которые приезжали. У них, кстати, вот анекдот в том, что у немцев была всегда достаточно высокая оценка сортов. Без алкогольных? Да, без алкогольных, разумеется. Других сортов на Вятич. Значит, вот они оценивали все совершенно прекрасно, все замечательно. Видимо, вот это и долговременное партнерство сработало. Они захотели взять у нас, то есть немцы. Причем два года шел вот этот аудит, да. То есть немцы приезжали, смотрели, изучали, уезжали. Производство, пробы сырья, дегустация, требования, логистика, все вместе. То есть, иным словом, можем ли мы действительно качественный по европейским стандартам, качественный продукт точно в срок поставить этой немецкой компании. В итоге они поняли, что можем. И дальше они сделали совершенно потрясающий вариант, когда они купили это безалкогольное пиво Вятича по предоплате любой, кто работал с немцами или с евреями, между прочим, да, с израильтянами. Я не знаю, как правильно говорить. Вот афроамериканцы или негры я путаюсь, да. И точно так же путаюсь с евреями или израильтяне. По-моему, все-таки евреи это нормально. Ну, там есть некоторые нюансы, но сейчас не суть для нашей беседы. Ну, бог с ним, я тоже не думаю, что это надо засорять внимание. Так вот, немцы, они по предоплате, по предоплате, то есть заплатив... То есть 100% они заранее. За 100%... За сделку. Пиво с Вятича, и это безалкогольное, безусловно, пиво едет к немцам в Германию на их транспорте. Ура, товарищи! То есть мы такого не видели вообще никогда. То есть это первый случай за всю историю Вятича, когда, наконец-то, шеф, мы поехали в Германию. Я завод доволен с умой сделки? Я уж не буду спрашивать напрямик. Воводь, дело даже... Потому что дело-то, да, я понимаю. Да дело-то не в сумме абсолютно. Дело-то вообще в сути произошедшего, в самом факте. Знаешь, это начало прекрасного пути. То есть у нас возник немецкий рынок, он начал разворачиваться. То есть если дальше дело пойдет, то, ну, хорошо, ну, вот как бы... Кировчане пьют немецкое пиво, немцы будут пить безалкогольное, разумеется, вячеческое. Вот и все, понимаешь? То есть нам как бы особо переживать нечем. Мы вообще в достаточной эйфории по этому поводу. Это крайне прикольно, весело и интересно. Эта продукция там, на территории Германии, она будет в местные магазины поставлена? Да, это... В разные сети или под каким-то одним брендом это будет продаваться? Вот тут я каюсь, я совершил должностное преступление, я не взял справку. Не уточнил, да, как именно? В какие именно сети и в какие именно города это поступит. И географически, да? Я знаю точно, что это Мюнхен, как раз тот самый октябрь фертовский, да? Вот, но сам ли Мюнхен или рядом с ним что-то, этого я не знаю. Ну, в Германии достаточно специфично, там много земель. То есть точно не скажу. Ну, 23 тысячи нормально, там, для недельки, другой, там, торговли, третьей, может быть, хватит. Если они выяснят, что это пошло и хорошо, я почти не воспринимаю, что пошло и хорошо, вперед из песни, немцы пьют наше безалкогольное пиво. Давай сейчас поговорим о том, вообще, что за продукт это получился. Чем он отличается от того, к которому привыкли жители нашего? Ничем, ничем. Ну, просто вот ничем. Вообще ничем. Это то же самое жигулевское, конечно, безалкогольное. 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 Жигулевское, то же самое, которое пьют, а из одной бочки налито, ребята. Из одной бочки. Вот жигулевское экспортное, безалкогольное, товарищи. Конечно же, другого нет. Вот это жигулевское и то же самое, которое пьют жители города Кирова, будут пить, условно говоря, жители города Мюнхенов. Я хоть и изучал немецкий язык, но что-то сейчас затрудняюсь. Жигулевское. Немецкий лад произнести. Я не знаю, как... Просто представить себе, как немец приходит в магазин и говорит, что жигулевское. Нет, я плохо имитирую немецкий акцент. Меня что-то соскакивает все время на эстонский. Но я не знаю тоже, как на немецком будет жигулевское. Жигули вы мои, жигули. Но анекдот, понимаешь? А, этикетку они заказывали сами. Это их разработка. Ага. То есть их дизайнеры еще и ваяли. Этикет привезли нам. Мы его даже не печатали. Мы его просто на нашу тару. На каждую бутылку из этих? Нет. Ну, это не ручным способом делается. Нет, я показываю. Процесс приклеивания или что-то другой какой-то процесс получается у меня. Неважно. Но суть в чем? Жигулевка. Наша родная жигулевка. Но трехлитровая. Вот я тебе к величайшему не счастью... Пластик? Ну, конечно. Пластик. Три литра, да. Три литра и один миллилитр. Я не помню такое законодательство, когда ровно три литра нельзя в Германии. То есть три плюс один миллилитр. Как-то так. Вот. Ну, я тебе даже... Вот начинаются анекдоты, там их несколько вокруг этого. Один из них в том, что мы... И я не могу тебе показать это вживую, понимаешь? То есть я не могу в редакцию привезти эту трехлитровку. Так. Немецкую. По одной простой причине я не имею права вскрывать упаковку, потому что на территории Российской Федерации вообще фасовка в трехлитровое пивного напитка... Вне закона. Вне закона. А так как все проходит по счетчику, вот очень многие не понимают, то есть настолько все компьютеризировано, да. То есть мы отчитываемся за каждый вот тихо-пых, который происходит на производстве. То есть все проходит через счетчик. И мы не можем физически разлить левое пиво. Мы не можем химичить, да. Мы можем только... Потому что мы находимся под контролем, под жестким. Мы платим с этого акцизы, платим налоги и так далее. То есть все немецкое, вот это поставленное в Германию, безалкогольное пиво, прошло чатчик, оно все упаковано. Если нарушаешь целостность упаковки, тебе уже по головке... Ну попадаешь, наверное, на какие-то санкции, которые прописаны в документах. Нет, но самое главное в том, что ты начинаешь... Это пиво начинает циркулировать на территории Российской Федерации, входит в оборот на территории Российской Федерации, где оно запрещено. Как все серьезно, формулировки какие-то серьезные. Это ладно, но ты не имеешь права хранить его на территории Российской Федерации. Слушай, ты сейчас уголовный кодекс читаешь. Мы все ходим под уголовным кодексом. Жестко, жестко как все. Так что, это типа, понимаешь, как бы действительно ситуация не очень интересная. Но ты не имеешь права его поставить на склад, да? Ты должен сразу его отгрузить. Поэтому там с Валуэс, минута в минуту там все это грузится, минута в минуту отправляется. Никаких задержек, никакого хранения на складах вятища. И все это безалкогольное пиво уходит в Германию. И ни одной этикеточки даже вот этой немецкой не осталось. Нигде она не затерялась. Ее нету, ее физически нету. Вот я тебе подожду сейчас на телефоне. Да, внимание, сейчас уникальный случай. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Вятич, на своем смартфоне показывает как раз фотоэтикетки, которые наклеили на трехлитровую тару с пивом с нашим, с Вятич, и отправили в Германию. Ну вот по-русски написано «Жигулевская». Стандартная расцветка для этого пива безалкогольного. Что мне совершенно вообще подкупило во всей этой ситуации. Тут, во-первых, ну объем, я тебе говорю, 3 литра, а 1 миллилитр, да? Это ладно. Ну это «Хеллес», да, то есть сорт, как правильно называется. Это «Жигулевская» крупно, на русском, естественно. И фирма «Лакман», которая «Фудгрупп», вот оно тебе в Германию все это гонит. Причем производителям, вот как мне это нравится, производителям указаны «мы». Без всяких проблем. То есть производитель этого, завод «Вятич», Российская Федерация, Киров, Кировский Овг. Ну там, подожди, по-немецки все-таки не «Рашен Федераций», там «Русланд», «Русланд», штат Киров, город Киров имею в виду, и так далее. Ну тут мне, к сожалению, не разглядеть на этой фотографии. Ну ладно, будем считать, что «Русланд», ладно. «Мы, наша земля, вязкая, указана в качестве места рождения этого продукта». Пиво светлое, безалкогольное, жигулевское, написано там крупными буквами на русском. Но все остальное в европейских языках уже пошло. Состав и так далее, и так далее, и так далее. Ну, безусловно, сейчас компания будет мониторить, как там пойдет это пиво. Вы будете связываться с партнерами, с немецкими? Ну мы буквально не... Или вас уже не интересует? Нет, вы две-три недели. Ну как не интересует, наоборот, это... Ну я к тому, что давайте еще, а мы ведь готовы. Это даже не «Вишенка на торте», это «Вперед из песни» называется. То есть две-три недели мы посмотрим, как это продается. Если все хорошо, ребята возьмут еще, 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 еще. У нас не один сорт, не два сорта, не три сорта. То есть, ну, если какая... Потому что разговоры о том, чтобы построить завод в Германии и делать в Германии, он был такой разговор. То есть переносить... Ну не переносить производство, да, а именно начать там что-то делать. Ну, правда, разговор шелок в основном, но черт его знает, может быть, мы дорастем удачи пиво. Но если мы начнем производить пиво в Германии, ну, это уже круто, это заявка на победу, потому что... Ну, это пока из области таких смелых прогнозов, да? Ну, смотри, смелый прогноз, да, печаль в том, что вот эти три литра, да, трехлитровая упаковка. Вот буквально вчера мне прислали эту новость сегодня. Пара кировских СМИ, там, в частности, источник и НИОС, репортеры, они опубликовали об этом новость. О том, что Союз российских пивовар объединился с Национальным союзом производителей напитков. Так, что это значит? Ну, это означает, что когда из состава Союза пивовара вышли как раз транснационалы, Карлсберг, Сан-НБФ, и, если я правильно помню еще, подожди, что там у нас? Ну, и Хайникин, естественно, да, совершенно правильно. Вот они вышли, заявив, что им не нравится то, что предлагает Союз, они отказываются в этом участвовать. И в ответ на что совершенно Союз, во-первых, объединился, укрупнился, во-вторых, они заявили о том, что будут как раз вот эти два решения, из-за которых, собственно, они разошлись с транснационалами, они будут воббировать. Полностью вятичек. Давай напомним, речь идет о минимальной... Нет, или ошибаюсь? Совершенно правильно. Минимальная цена на пиво, раз. Минимальная цена, розничная цена на безалкогольное безалкогольное. Да-да-да. Вот. Раз. Почему? Потому что полки забиты акцизным, суррогатом. Мы говорили миллион раз о том, как это пиво делается безалкогольное, что оно на самом деле стоит и почему так ведут себя транснационалы. Им эта мера не просто невыгодна, им, в общем-то, серпом этот вариант. То есть, потому что из-за демпинга они выжимали местных производителей путем демпинга. Как только вводится минимальная цена, демпинг этот исчезает. Этот рычаг у них выдергивается из рук. Все. С транснационалов начинают грустную песню. Раз. Второй момент. Это дифференцированный акциз. Крайне важная, крайне полезная мера. В Германии, в той, которую как раз мы начали поставлять большие партии. На самом деле, почему так прекрасно, что эти 23 тысячи уехали, это первая более-менее большая объемная партия. Если бы мы каждые буквально 2-3 недели отгружали что-то сопоставимое, мы уже бы начали расти в Германии. Это крайне интересный процесс. То есть, я очень надеюсь, что к концу этого года мы будем видеть хоть какой-то объем, какие-то проценты продаж в Германии. Значит, мысль такая появилась. И где-то там бы, в Германии, где-нибудь в радиостудии, сидел ведущий представитель пивной отрасли немецкой и жаловался на то, что нас захватывает какая-то там неизвестная компания из глубинки российской, из города Киева. Ну, так сказать, русские идут. Вот это мы как раз можем повторить, но на нормальный вариант уже такой. Ну да, цивилизованный. Цивилизованный вариант, да. Вот тот вариант, за который я... Без кровопролития. Нет, давным-давно, за двумя руками, я считаю, что единственное развитие страны, нации, государства, это вот этот экономический рост. Тут надо думать... И России надо думать не в этой фантазии, про экспансию, а... Извините, сравнение мерения не... Тут дело не в мерении. Оружием, а экономическая мощность. Как раз из немцев, по-моему, Эйнхард, экономист послевоенной, сказал, что вопрос измеряется тем, что любая нормально устроенная экономика с желанием людей работать, она восстановится. Это было сказано в Германии сразу после войны, которая раскатала Германию не меньше, чем СССР в свое время. Да? Немцы восстановились. Не просто восстановились, они локомотив ЕС. Ну ладно, это мы отвлеклись. Так вот, у них, допустим, не... Вот что больше всего прикалывает, у немцев нет запрета на три литра, да? Вот мы сейчас отвлеклись от Союза пивоваров, да? У немцев нет запрета на три литра. При этом у них никакого вот этой... Как это по-русски бы... По-цивилизованному... По-рваминскому выражению не сказать. У них нет вот этого всего на тему того, что ой, там здоровье нации, ой, там еще что-то. Причем немецкая медицина просто прекрасна, все это знают. И на прошлой неделе они сказали, что вроде как с коронавирусом они там завершают эпопею. Честно говоря, не слежу именно за немецкими новостями в этой сфере. Что-то как-то не так мрачно, как у нас. То есть не так жестко, по крайней мере. То есть не мешает им продавать трехлитровки и чувствовать себя, в общем-то, нормально. Это ладно. И вот то, что Союз пивоваров говорит, а именно о дифференцированном акцизе, это у немцев в полный рост. То есть 50% акцизов платят малые и средние производства. Так. Вот вятич это среднее. Вятич это среднее производство, мы платили бы 50%. Это было бы существенным подспорьем. Не только в нынешней экономической ситуации, но и вообще в принципе. Во-первых, мы бы спокойно и санкционально чувствовали себя по сравнению с любыми транснационалами. Абсолютно спокойно. Поэтому мы, конечно, за инициативу Союза пивоваров мы двумя-тремя руками, ногами, зубами, всем, чего хочешь. То есть принцип очень простой. Вот тот локал бренд, о котором мы говорим, говорим, говорим. Я уже, кстати, год здесь на Эхо Москвы, да. Я все время пытаюсь донести до наших любимых кировщан, что вот вятич это немецкое качество. Мало того, что основатель немец, ну, Штейдер, все понятно. Давай сейчас сделаем рекламную паузу. У тебя кружка с водой и возможность немножко оклематься, что называется. Рекламу буквально минуту, и мы продолжим. Крупный план. Крупным планом сегодня в нашем эфире Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Мятич. Мы продолжаем разговор. Если вы только что присоединились к нашей беседе, то готовы сообщить вам новость. Ну, что называется, новость новостей. Очень даже интересная вещь для экономики конкретного предприятия, имею в виду компанию Вятич, для экономики региона. Партия в составе 23 тысяч трехлитровых бутылок безалкогольного, подчеркиваем, пива, с завода Вятич отправилась в Германию. Будет реализовываться в ближайшие дни и недели там. Кстати, я забыл спросить о том, ну, немцы-то, безусловно, знают о том, что основателем Вятича является никто иной, как тоже немец. Это сыграло какую-то еще роль? Это сыграло имиджевую роль. То есть немцы все доверяют фактам. То есть вот установлено что-то, ясно, да, они будут этому верить. Но это ж не выдумка. Это не выдумка. Карлотто реально существовал, реально работал. Вот что такое для немецкого торговца, да? Ну что такое в России, там, Карлотто когда-то в 1903 году основал. Ну и что? И что дальше? А вот предприятие, которое работает так, как надо, так, как это должно быть в Германии, да? С теми же производством, с теми же механизмами, с тем же качеством, с тем же контролем. Все, вопрос снят, это действительно предприятие, достойное Германии. Все. То есть вот после этого, как бы, у меня, честно говоря, какие бы то ни было там сомнения по поводу будущности, Вятича, они вообще отпали. То есть потому что, ну, перспектива абсолютно ясна. И, как говорит товарищ Ставец, за работу товарища. Все. Ну вот. А в Германии, ну, чертовски интересно. То есть у них, вот, Союз пивоваров, объединенный сейчас уже с Национальным Союзом производителей напитков, они будут достаивать дифференцированные акции. В Германии он есть. Мы платили 50%. Это вот тот самый локал бренд, о котором мы говорим уже год, наверное. То есть локальное производство. В России-то, кстати, примеры уже есть такие. В России. Какие перебивают? Татарстан, по-моему, да? Ну, Татарстан однозначно, но это вообще государство-государство. На самом деле, это надо Минахмедову. Не Минахмедову я все время забываю, как... Президент? Да, первого президента, как его зовут. О, вот ты сейчас поставил в тупик. Вот тоже выскочил из головы у меня тоже. Все нынешнего только помнили. Да, значит, первому президенту Татарстана, как бы, надо сказать, очень большой салям, потому что человек в 90-е годы правильно сориентировался, он понял, что он может получить от ослабевшей Москвы. Он получил все, что нужно было. И Татарстан в достаточно экономическом... Татары прекрасно понимают, что экономическое наполнение республики – это их хлеб, это их жизнь, это их перспективы. Вот идея о том, что наш регион, наше объединение, наша область, в данном случае, кировская – это образование, которое должно существовать для себя, в первую очередь, кормить себя, в первую очередь, а не надеяться на подачки из центра. Вот почему... Ну, мы опять уходим в автопик, но секунду можно. Когда экономика всегда балансирует между двумя вещами. То есть, с одной стороны, необходимо мешать государству в экономические процессы. То есть, 150 раз проверялось. Как только все отдается на лодку по рынку, начинаются... И государство перестает регулировать несколько... Отпускает сразу несколько процессов. Это все приводит к стагнации или росту отрицательного, фактически, от дохода населения. То есть, приходит это, начинается закручивание гаек, начинается ужесточение. Через какое-то время оно ставится избыточным, и мы получаем опять торможение развития, опять негативные тенденции. Излишне зарегулированные, да? То есть, вопрос в том, чтобы избежать и того, и другого. То есть, гибко реагировать на все вызовы. У нас настолько негибкая система. Вот эта бесконечная надежда на то, что Москва... Это как вот смотрели вчера... Ну, вчера, по-моему, смотрел я кусочек в кабинете у Елены Николаевича Курагина. Смотрели мы кусочек... Генерального директора. Да, смотрели мы кусочек репортажа Дудя из Стэнфордского университета. И там один парень в этом репортаже привел четкую совершенно параллель. Вот есть экономика... Цензурная параллель. Естественно. Вот есть... Глаз так сверкнул как-то, так подозрительно. Есть экономика, как веточка винограда, да? Множество, множество плодов. Это одна ветка, но плодов множество. Даже если один, два, три, четыре, пять накрылись, все равно это целостно, все равно это можно. Наша экономика планова. Это арбуз. Арбуз один раз упал, это все. Он сгнил, испортился. Сейчас вот мы видим в условиях централизованного планирования и регулирования вот именно эту картину. Все. То есть у немцев, естественно, этого нет. У них нет такого лобби, которое обеспечило нам всю эту массу пивных запретов. Вот сейчас мы выпускаем летнее, да? Да, перейдем. Пора. Десять минут у нас остается. Пора говорить и анонсировать. Замечательно. Мы выпускаем летнее, я надеюсь, что где-то 12 мая. Безалкогольное. Естественно. Вот 12 мая оно у нас появится на привавках кировских магазинов. Это, не знаю, вот мытьем и катанем, это ручная процедура упаковки. Это отдельный геморрой. Не будем посвящать радиослушателю. Скажем, что это геморрой просто. Люди поймут. Вот. Причем сама псевопаковка дорогая. То есть, реально мы ничего там не зарабатываем. Мы просто посмотрим, будут ли люди интересоваться этим продуктом. Две упаковки, то есть две бутылки по полтора, объединенные с ручкой в одну упаковку в три литра. То есть, вот таким способом мы вынуждены сделать то же самое, что мы делаем для немцев нормально. Вот в этом анекдот. Но вот мы крутимся ужом, выкручиваемся, придумываем как-то, чтобы обойти идиотские, идиотские, и с моей точки зрения, идиотские, законодательные запрещения все вот эти, касающиеся и рекламы, и производства, и упаковки. Ну, вот, ну, тут начинаются неправоминские выражения. Вот посмотрим, как сейчас будет работать Союз пиловаров. Посмотрим, как будут работать ТНК. Почему? Потому что, ну, мы знаем, что, ну, прибыль у ребят упала. И Хайникина, и у Карперга, который Балтика. То есть там... Ну, объективно, во всем мире, да, сейчас такие. В два, в четыре раза они рухнули. Сейчас они, скорее всего, будут резать косты. То есть они, в первую очередь, резать производства в России, которые убыточны становятся. То есть они не покрывают затрат на содержание, грубо говоря. Потому что ребята шли демпингом. Я не знаю, хватит ли у них пороху сейчас выдерживать демпинг по-прежнему. Плюс, если Союз пиловаров все-таки продавят нормальную, минимальную рожечную цену, все. То есть тут будет самое веселое. Мы будем так запасаться попкорном и наблюдать. Давай все-таки еще немножко поговорим о летнем 31, безалкогольной, тем, кто пропустил, возможно, нашу предыдущую передачу, которая выходила неделю назад, что это за сорт. И тут ведь еще немножко новое звучание получается, потому что буквально на днях синоптики спрогнозировали нам очень жаркое лето. Я слышал сегодня с утра, я слышал, отлично, тогда мы... Мы просто попадаем прекрасно в цвет. Да, и что за летние 31? Летние 31 безалкогольная, замечу, для Роскоподобного надзора. Оно, это тоже самое зеленое 31, и по вкусу, и по аромату, и по качеству, самое главное. То есть это пиво настоящее, безалкогольное, разумеется, сваренное так, как оно варилось изначально в Советском Союзе, с минимум пена, с хлебным привкусом. Ну, вот я... Тот, кто помнит, тот поймет, а тот, кто не помнит, надо пробовать. Я сам фанат зеленого 31, безалкогольного, разумеется, да. То есть поэтому вот прелесть в том, что я могу смело рекомендовать это всем и с чистым сердцем, потому что я сам это потребляю. Все. И летние 31, я говорил о том, что были и есть нарекания в адрес зеленого 31 безалкогольного. Зеленое, оно слишком, ну, оно тяжеловатое. То есть оно... Ну, ты, в пример, приводил компанию, которая берет, собственно, это безалкогольное пиво, и что-то как-то вот... Да, да, ребята берут компанию и на компанию взяли, взяли пару, опять же, пару полуторахинов, да, начали пить, и они-то думали растянуть это хотя бы на часик там пообщаться, да, но уже как-то уже приятное, милое состояние, и уже понятно, ну, это... А вот летние 31, это пиво, сделанное специально для большой компании. И упаковка, вот эта выгодная упаковка в 3 литра, она дешевле будет, чем обычная. То же самое, то есть это идеальный сорт как раз для погоды. То есть, дай бог, у нас будет сезон, дай бог, у нас будет лето, мы увидим совершенно замечательно продажи этого сорта. Ну ты, кстати, я хочу напомнить, говорил о том, что вот это 2 по 1,5, это не единственный будет объем, не единственный объем тара, будет традиционный, бутылочный, стеклянный вариант. Стеклянный пока не знаю, нет, стеклянный, а смысл, ты понимаешь, смысл. То есть дело в том, что... То есть исходить изначальной концепции, что это на компанию? Это на компанию, конечно, это размер того самого, рассчитан на посиделки, на шашлыки, на бани, на пикники, на выезды, на природу, на отдых, на дачу, вот это вот все, да? А, кстати, дай бог, если заведение откроется... Ну, это гадательно. Оно там будет присутствовать? Оно будет везде, но это все гадательный вариант, потому что мы не знаем распоряжение начальства по поводу, да? И вот с тремя литрами, вот я каждый раз натыкаюсь, то, что вот сейчас буквально я с завода приехал, там возня на тему того, что надо хорошо, качественно упаковать две полторашки в пакет с ручкой. Чтобы они не вываливались, чтобы они в руке удобно держались, чтобы поставить можно было хорошо. Нет, а ты еще попробуй их довезти до магазина в этих пакетах. А, ну да, для производителей тоже очень важно. Их запакуют, и шоферу их надо разгружать. И это не так все просто. То есть это масса технических мелких деталей. Ну, как всякий процесс, это возня, да? Пока он не отлажен. Вот сейчас с этим люди возятся. Я думаю, доделаем буквально там. То есть 12-го числа появится, но, но. Опять же, вот немецкое. Три литра мы льем спокойно и гоним в Германию без всяких проблем. Нафига нам это нельзя делать? Вот почему, с какой целью нам нельзя это делать в России? Это глупость. А, кстати, упаковку-то трехлитровую немцы предоставили или это Вятичу? Ну, у нас же есть для класса трехлитровая. Почему? Конечно. Упаковка ваша? Нет, упаковка. Нет, если этикетки они разрабатывают. Этикетка, да? Возможно, они и эти болваночки предоставили. Нет, зачем? Смысл какой? Конечно. Нет, болванки трехлитровые, это классная линия фактически, то есть выдувающая эти бутылки. Тут ничего сложного нет. Но я сразу вспомнил, знаешь, вот запрет трехлитров, это напоминает мне, перед самой войной, Сталин поставил перед Академией наук задачу повысить КПД паровоза до 11%. Ну, это физически невозможно, да? Ну, просто невозможно. Ну, никак. Это невозможно. Это как вот стол не может лететь и подбросить. Ну, сама техника не предусмотрена для такого КПД. То же самое, это такой же бред с этим запретом. Зачем он нужен? Ну, вот сейчас у Союза Филуара вариант с акцизом и вариант с минимальной стоимостью. Я думаю, что мы дойдем и до рекламных ограничений, и дойдем до ограничений по Таре. Но это вопрос времени. Ну, вот со Шнейдером, возвращаясь к Шнейдеру, да, с немцами, вот самый, пожалуй, вопрос, который больше всего по-настоящему вот меня лично заводит, это то, что мы отправляем в Германию, а наши люди здесь покупают немецкое, безалкогольное, разумеется, баночное пиво, которое с безумными сроками, годностями, там, ну, про тоннельную пастеризацию, которая повсеместно применяется, говорить не буду и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта ситуация настолько раздражает, потому что, ну, ладно, нет пророков в своем Отечестве, это понятно, да. Но вот разница в подходе, опять же, немцы два года аудировали, ВЯЧ, да, просматривали. Они по одной простой причине, они доверяют фактам. А у нас экономическое поведение людей во многом определяется мифами, то есть люди до сих пор там смотрят на какие-то яркие бренды, они смотрят на какие-то вещи, ну, абсолютно заграничные. Ну, если помнишь Советский... Если захорониться, значит, это лучше, это лучше, это вкуснее. У нас в Советском, то в Союзе разве что, хорошее это делают? Нет. Вот это глобальная проблема для ВЯЧа, мы ее решим, я уверен, что мы ее решим, но это отношение к нашему местному продукту, то есть попытка сразу объяснить, что нет, ну, это местное, ну, что, это наше, ну, откуда же оно хорошее? А вот то, что немцы покупают и немцы пьют, ребят, очнитесь, пора уже как-то выйти из этого самого, из галлюцинации. То есть мы, вот у нас, на самом деле, вся ситуация в стране и в экономике, в любые стороны, она проблематична из-за того, что мы цепляемся за какие-то мифы, за какие-то галлюцинации, за отжившие представления, вообще отжившие. Их не должно быть в принципе. Но у нас они опять вот вновь, вновь, вновь поднимаются на щит. Мы там обсуждаем, что... Ну, ты знаешь, это имеет серьезный вес, то, о чем ты говоришь, да, вот эти какие-то привязанности, какие-то устаревшие там, да, представления, понятия о том, что за границей это лучше, но мне все-таки кажется, что в первую очередь надо решать вопрос вот с ценами, не допускать этого демпинга. Потому что в первую очередь, мне кажется, наш покупатель ориентируется на цену. Когда цена его устраивает, он думает о том, что он понимает, что я за эту цену возьму не литр, а три, и мне будет хорошо от безалкогольного пива. Такого фантастического разрыва, как литр или три, конечно, нету, на самом деле. Там разрыв, ну, процентов, может быть, 20-30 от всего, да. Но проблематика в том, что человек еще не понимает, что он покупает. Он не понимает, как складывается, на самом деле, цена того, что на полке, и как это работает. И чем продукт, который произойден здесь, отличается от продукта, который произойден в транснациональной корпорации. Вот у немцев это понимание есть. На самом деле оно много где есть. Почему? Потому что у нас ужасно любят манипулировать понятием свободная торговля, свободный рынок и так далее, и так далее. Но вся экономика развитая, это история поддержки местных производителей. Если взять Соединенные Штаты, то они выросли на том, что запретили практически. Они гигантские налоги на импорт любой. И за счет этого они подняли в 19-м веке свою промышленность. За счет этого только и исключительно. Вот почему мы не берем нормальную... Ну, это длинная опять экономическая беседа. Вот немцы пьют... Бетич. Да. Мы, кировчане, пьют немцев. Подумаем над этим неделю. Недельку как раз у нас будут празднички. И вот мы как раз посмотрим, да. А 12-го часа мы выпустим и посмотрим окончательно. Ребята, мы сделали для большой компании. В упаковке, которая превратила нашу торговлю. Она практически свевая, хнули, мы ничего не заработаем. Мы хотим просто посмотреть. Наши люди понимают действительно, что такое качество и что такое, когда для них сделано не с воздуха, не приехало откуда-то, не выдумка, а сделано для них. Ну, давайте посмотрим. Летняя 31 безалкогольная, я напомню, называется новый продукт от Ветича. Спасибо большое, Владимир Мамотов. Присекретарь компании Ветич. До свидания.